МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский в студии Полина Малюкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Карагандинской области будут производиться автомобильные шины. Подписан инвестиционный меморандум с компанией «Татнефть». Новое предприятие будет расположено в городе Сарань на базе бывшего завода резино-технических изделий. В Карагандинской области стартовал отопительный сезон. Первыми получают тепло жители областного центра, городов-спутников и ряда сельских районов. 2020 год в казахстанской армии объявлен годом безопасности военной службы. На базе войсковой части 317-75 прошли сборы с внештатными, ответственными по обеспечению безопасности войсковых частей. В воскресенье при участии премьер-министра Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Миниханова состоялось подписание инвестиционного меморандума с компанией Татнефть. Документ предусматривает реализацию проекта по производству автомобильных шин на территории бывшего завода РТИ в Сарань. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава региона Женес Касымбек. Проект предусматривает строительство нового шинного завода на территории Карагандинской области. Планируемая мощность – 3 миллиона легковых и легкогрузовых шин, а также 500 тысяч грузовых шин в год. Запуск производства ожидается к ноябрю 2022 года. В рамках проекта будет создано полторы тысячи рабочих мест с учетом смежных отраслей. Автомобильные шины карагандинского производства будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, на вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья. Этот проект, несомненно, несет в себя огромное содержание. Это высокотехнологичное производство шин, это претензия на превращение Казахстана в глобальный шинный центр, такой кластер, который будет работать, закроет нужды не только Республики Казахстана, но и всех соседей вокруг. Это рабочие места, это инвестиции, это все то, что двигает вперед промышленность и делает богаче страну, ну и будет укреплять взаимоотношения между нашими странами и самыми. Мы очень довольны тем отношением к инвестам, которые есть в Республике Казахстан. Мы здесь по-настоящему чувствуем, что руководство страны искренне заинтересовано в развитии, в процветании, и мы будем делать для этого все усилия, чтобы оправдать то дозерие, которое нам оказано. Со своей стороны областные власти предоставляют земельный участок на территории индустриальной зоны в городе Сарань с подведением газа, а также обеспечивают инженерной и транспортной инфраструктурой. Напомним, что уже в процессе реализации проект по производству нового типа автобусов и специальной техники. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В конце прошлой недели в Карагандинской области стартовал отопительный сезон. Первыми получили тепло жители областного центра, городов-спутников и ряда сельских районов. Особенности сезона этого года обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн. Отопительный сезон в этом году стартовал раньше обычного. Такая мера должна не допустить рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, учитывая резкое понижение температуры. 25-го числа батареи домов потеплели в Караганде и Шахтинске. Всего по городу централизован теплоснабжение 2424 многоэтажных жилых домов. Из них на сегодняшний день доведено 2217. Это демо сентября с теплом на сегодняшнее утро 1503 многоэтажных жилых домов. Подключение производится согласно заяву коммунальных КСК, ответственность за домами. Также 240 объектов соцкульпыта запущены 177. Это 73%. Работа продолжается. Сегодня, завтра, думаю, до 1 октября доведем до плановых параметров. До Тимиртау тепло дошло в понедельник, 28 сентября. Из 64 объектов соцкульпыта в 40 подключили отопление. До конца недели потеплеет и в 1164 жилых домах. От ТЭЦ-2 на сегодняшний день продолжается капитальный ремонт и текущий ремонт трубины номер 2 по графику. По ГРЭС девятый котел в ремонте был сегодня завершен. Выезжает энергонадзор. Сегодня на пробном запуске не будут. Затем подключили Сарань, Абайский, Бухаржирауский, Каркаролинский, Нуринский и Осакаровский районы. На юге области, по прогнозам КАЗ-Гидромета, на этой неделе сохраняется теплая погода. Порядка 18 градусов выше нуля. Балхаше, Жасказгане, Сатпаеве, Каражале, Приозерске, Вактугайском, Жанаркинском, Щецком и Улытауском районах Отопительный сезон начнут позже, с 1 по 10 октября. Общая потребность угля для бюджетных организаций составляет 189 тысяч тонн угля. На отчетную дату откружено 174,6 тысяч тонн угля или 92% к плану. Работа по данному направлению продолжается. Также хотелось бы отметить по выносу автономной системы отопления. Согласно плану мероприятия 2017 года по выносу автономной системы отопления по Каранейской области, выявлено 140 осо расположенных с нарушением санитарных норм и правил. Из них 30 осо расположено на готажных жилых домах и 110 на объектах социального быта. В первую очередь были вынесены все осо расположенные в подвале и внутри здания, а именно все 30 осо на готажных жилых домах и 105 осо объектах социального быта. По словам главы региона, начало отопительного сезона проходит в штатном режиме. Такую ситуацию необходимо поддерживать и дальше. По северным регионам нашей области отопительный сезон уже начат, по другим на этой неделе начинается. Работа проведена, все мы знаем, где какие проблемы есть. По каждому району, по каждому населенному пункту работа, проверка рабочей группы, она еще в августе была проведена. Поэтому необходимо еще раз проверить все и работу отопительного периода начинать. Отопительный период у нас достаточно протяженное время имеет, поэтому от того, как мы сейчас отработаем, будет зависеть, как спокойно мы будем через 2-3 месяца проходить этот зимний период. На теплоисточниках имеются достаточные запасы угля и мазута. Социальные объекты, которые отапливаются от локальных источников, обеспечены углем. Общая потребность бюджетных организаций в топливе составляет почти 190 тысяч тонн. На сегодняшний день отгружено более 92%. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Почти 15,5 миллионов казахстанцев застрахованы в системе ОСМС. Однако с 1 июля текущего года завершился льготный период. И 18% от общей численности населения оказались вне системы. Как быть тем, кто лишился доходов в период ЧП и не может делать взносы? Председатель фонда Болат Токижанов ответил на самые актуальные вопросы. По данным, на 1 сентября вне системы находится 3,4 миллиона человек. Почти полтора миллиона из них ни разу не производили взноса. Более двух миллионов – платящики ЕСП, наемные работники и индивидуальные предприниматели. Платят нерегулярно. Одной из причин специалисты называют потерю дохода в период ЧП. Но и в этом случае казахстанцев не оставят без гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. К примеру, прием врача общей практики, участкового терапевта, педиатра осуществляется независимо от участия в системе ОСМС. Если у вас социально значимое или хроническое заболевание, и вы состоите на учете, к примеру, у вас сахарный диабет, то прием узкого специалиста-эндокринолога также осуществляется по пакету ГУБМП. Сейчас фонд через приложение «Холдау-24 на 7» и социальные сети участились с жалобой на отказ гарантированной помощи в поликлиниках страны. Еще раз хочу подчеркнуть, отказа в помощи, которая входит в пакет ГУБМП, быть не должно. Возможности застрахованных граждан расширяются. Стоматологическая помощь для отдельных категорий пациентов, профилактические осмотры целевых групп населения, школьная медицина, экстренное и плановое лечение по утвержденному перечню. В пакете ОСМС также доступна реабилитация для пациентов после инфаркта, инсульта, различных травм и оперативных вмешательств, а также при хронических заболеваниях у детей. В нынешний год стал большим испытанием для системы здравоохранения страны. Пандемия сильно скорректировала наши планы по увеличению доступа к консультациям, диагностике, реабилитации, что предполагалось предоставить за счет мест страхования. Только сейчас поликлиники и больницы страны возвращаются к обычному режиму и оказанию плановой медицинской помощи населению. 159 миллиардов тенге направлено в фонд на борьбу с распространением коронавируса и пневмонии. Причем лечение от ковида бесплатное для всех казахстанцев, вне зависимости от статуса страховки. Пациенты, перенесшие пневмонию средней и тяжелой степени, могут пройти курс реабилитации. Направление выдается по заключению мультидисциплинарной команды с участием реабилитолога в больнице или поликлинике. Основными критериями оценки функции дыхания – это уровень сатурации, изменения по данным КТ и рентгенографии, способность к повседневной жизни. Пациенты, перенесшие ковы или пневмонию в крайне тяжелой и тяжелой степени, подлежат реабилитации второго этапа на уровне круглосуточного стационара с последующим переводом на третий этап. Пациенты, перенесшие ковы или пневмонию средней и тяжелой без выраженных нарушений, подлежат реабилитации третьего этапа на уровне круглосуточного стационара, в том числе в санаторно-курортных условиях, дневного стационара и на амбулаторно-поликлиническом уровне. В целом, для оказания услуг реабилитации в этом году фондом соцмедстрахования заключены договоры с 559 поставщиками на сумму 46,7 миллиардов тенге, в их числе 203 частные медорганизации. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагадзинский. В четвертом квартале назначение адресной социальной помощи будет продлено автоматически, без обращений в государственные органы. Соответствующий приказ министра труда и соцзащиты населения вступил в силу 25 сентября. По мнению министра труда и соцзащиты населения, автоматическое продление назначения АСП позволит избежать массового скопления людей в сельских акиматах и центрах занятости. В свою очередь, это минимизирует риски заражения граждан коронавирусной инфекцией. При первичной подаче заявления сотрудники центра занятости проверяют необходимые данные в информационных базах госорганов. При этом участковые комиссии проводят обследование претендентов на назначение АСП. При продлении заявлений не учитываются определенные виды доходов. Ранее получателям пособия пролонгировали назначение помощи во втором и третьем кварталах в связи с действием режима чрезвычайного положения и ограничительных мер. Отметим, что АСП назначается гражданам, чей средний душевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Всего в Казахстане насчитывается более 760 тысяч получателей АСП из числа малообеспеченных граждан. Андрей Тайна, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Во время строгого карантина плановое лечение пациентов в поликлиниках и больницах было приостановлено. Тем временем медики сообщают, что COVID-19, как и любой вирус, обостряет хронические заболевания. Как этот период прошел для сердечников, расскажем в следующем сюжете. Хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь, стенокардия, острые коронарные синдромы, артериальная гипертензия. Для половины пациентов с такими диагнозами коронавирус прошел заметно сложнее. У нас во время сезонных эпидемий гриппа часто увеличивается количество обращаемости, в том числе количество острых сердечных состояний, которые требуют госпитализации, связанные именно с гриппом, с высокими температурами и так далее. То есть то же самое и при коронавирусе. Консультацию специалистов сердечники несколько месяцев получали в онлайн-режиме. Попасть в больницу было возможно только в остром состоянии. Там первым делом пациента проверяли на наличие катаральных явлений. При подозрении на COVID-19 больного изолировали. Медперсонал посещал палаты в полной экипировке, противочумном костюме, маске и перчатках. Во время коронавирусной инфекции, да, было и после этого были ситуации, связанные с увеличением острых состояний. Потому что коронавирусная инфекция, как уже известно, это проблемы с кровью возникают, тромбозы. Соответственно, эти пациенты, у них развиваются тромбозы в острые артерии сердца, в том числе, с формированием острого инфарктомикарда они поступают к нам. Специалисты отмечают, что возросшее число осложнений не критическое. Совсем немного превышает показатели прошлых лет. Кардиологи рекомендуют придерживаться самых обычных правил. Принимать назначенные препараты, поддерживать иммунитет, соблюдать масочный режим и дистанцироваться. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 2020 год в казахстанской армии объявлен годом безопасности военной службы. На базе воинской части 317-75 прошли сборы с внештатными ответственными по обеспечению безопасности в воинских частях регионального командования Астана. Сокращение небоевых потерь в казахстанской армии – такова главная задача, поставленная министром обороны. Внештатные ответственные по обеспечению безопасности в войсковых частях регионального командования Астана собрались в Караганде на специальные сборы. Офицерам и сержантам рассказали, как оценивать и управлять рисками в повседневной жизнедеятельности войск. Особое внимание уделено теме проверка оружия на разреженность, чтобы не допустить случайных выстрелов. Участникам рассказали и о первой доврачебной помощи при несчастных случаях. Министром обороны 2020 год провозглашен годом безопасности воинской службы. В связи с этим по указанию командующего войсками региональной команды Астана полковником Кучикваевым Мириким Атимовичем организованы четырехдневные сборы с внештатными ответственными по обеспечению безопасности воинской службы. На этих сборах офицеры и сержанты получили практический опыт, на что именно обращать внимание при организации повседневной жизнедеятельности, при организации боевой подготовки, при организации работы на технике, на что обращать внимание именно на те факторы, влияющие на безопасность личного состава, а также минимизируют все риски травматизма и гибели личного состава. По окончании сборов военнослужащие сдали зачеты на знания пройденного материала и умение оценивать и управлять рисками, как в повседневной служебной деятельности, так и во внеслужебное время. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя, носите маски и сохраняйте дистанцию. Ну а мы будем и дальше держать вас в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова